Учитель Рассуждая об учителе, первое, что приходит в голову – учитель – это тот, кто учит, тот, кто обладает знанием. Но что такое знание? Знание – это конечность мысли? Я знаю, и это окончательность факта. Но учитель – это и тот, кто учит познавать и понимать, что конечного знания не бывает, а есть бесконечность познания жизни, как непрекращаемость броуновского движения. Помните у Бухтина? Ничего окончательного в мире еще не произошло. Последнее слово мира и о мире еще не сказано. Мир открыт и свободен. Еще все впереди и всегда будет впереди. В хаосе пазлов, составляющих реальность, учитель помогает тебе осознать эту связь и связать себя не только как части физики мира, а самоосознать себя как человека в духовном, нравственном смысле, вплоть до самостояния. Самостояние – вопреки всем ветрам, сомнений и компромиссов, которых так много в жизни. Самостояние – в пушкинском понимании. Самостояние человека – залог величия его. Маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей и кругом ни души, ни одного взрослого, кроме учителя. Он стоит на самом краю скалы, над пропастью. И его дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Для каждого человека учитель в высшем, широчайшем понятии и есть дар жизни. Он и есть тот самый человек, который так необходим каждому из нас. Человек в других людях и есть душа человека. Человек, вошедший в состав человеческого будущего. Субтитры создавал DimaTorzok